В Казанском федеральном университете продолжается ежегодное мероприятие «Студенческая весна-2024». «Студенческая весна» для наших студентов – это не просто фестиваль, а возможность проявить себя, получить удовольствие от процесса подготовки и самого выступления, а также разнообразие учебно-студенческих дней. 12 марта свои конкурсные программы представили студенты двух институтов – Институт экологии и природопользования и Институт управления экономикой и финансов. Помочь придать суть идеи помогают неординарный театральный коллектив «Лягушки» и танцевальный коллектив «Восемь восьмых» из Института экологии, а также танцевальный коллектив «Спик Аут» и народный ансамбль «Сморозина» из Института управления экономикой и финансов. Легона! А когда он приедет? Сейчас! Встречайте, маэстро! Бандюк! Добрый десён! С вами я, Сьёдут Кё Вальгис. Всем приятного! Познакомься! Ой, мы так рады вас видеть! Ну, как мы и договаривались, я вам, вы мне… Ну, конечно, дорогуша, я человек слова! Ой, я с нетерпением жду, когда вы отвезёте меня в Париж! Вы непременно там побываете! Ну, тогда я вам не мешаю! В представлении Института экологии и природопользования повествует о директоре театра, который предлагает режиссёру уволить актёров, чтобы в её кармане оставалось больше денег. Но режиссёр напоминает ей о письме, который прислал призрак, обитающий в данном театре. В письме написано «Не поступать так с театральной труппой», но директор просто закрывает на это глаза. Чтобы не мучить себя этими глупостями, она решает позвать детектива, который найдёт того самого призрака. Из допроса выясняется, что обвиняют совсем невинную актрису, которая хотела лишь стать примой. Но странные вещи, которые происходили в театре, делал абсолютно другой актёр, который просто хотел манипулировать директором, но у него ничего не получилось. Директор, узнав всё, увольняет целый коллектив и закрывает театр. Но в этот момент звучит голос настоящего призрака, который предлагает продать театр режиссёру. Директор с лёгкостью соглашается, потому что этот театр уже ничего и не даёт. А режиссёр и театральная труппа приходят к выводу, что любая мечта может сбыться, только если в наших сердцах не угаснет надежда. Такими темпами никакую девочку не привлечёте. А как же завоевать её сердце? Сейчас объясню. Что ты там придумал? Глупость ты надумал. Вернись в реальности. Очни же поскорей ты. С тобой будет вряд ли ты ей не нужен. Она достойна таких же жгучих. Окей, готов я к жертве. Отдам все книги бятным. Люблю как королеву. Я твой последний парень. Концертная программа Института управления экономикой и финансов повествует о трёх ребятах – Алексея, Наталье и Алмазе, которые идут на практику в библиотеку – место, у которого есть душа. Директор разведения даёт им задание привлечь как можно больше людей для того, чтобы количество читателей увеличивалось. Во время задания они делают много выводов о них самих и их взаимодействиях, потому что книги в этой библиотеке оживают и меняют людей, помогают разобраться в себе. Алмаз и Наташа, которые когда-то встречались, приходят к тому, что в расставании виноваты оба. Не стоит перекладывать вину на кого-то одного. А Алексей, который трудился до смерти, потому что боялся, что подведёт кого-то, понял, что нужно брать отдых и не пытаться оправдывать ожидания других людей. Им удаётся придумать план к их заданию, а именно оцифровать библиотеку, сделать её виртуальной и доступной для каждого. Но данная идея абсолютно не нравится директору, ведь вся магия заключается в книгах, а если всё будет оцифровано, то все чудеса исчезнут. Но ребятам удаётся его переубедить. Благодаря практике в библиотеке каждый из студентов начинает ценить то, что не ценил раньше, и понимает, что хорошо, а что плохо. А книги с магией внутри теперь может прочитать каждый. Трансляции ежедневно проходят в официальном паблике Универ ТВ, в социальной сети ВКонтакте. Милена Шестакова, Универ Новости.